Субтитры сделал DimaTorzok Пока решал этот пазл, даже и не заметил, что тут они свою статую построили и вот так выглядели. Немножко даже страшно. Надеюсь, это они просто себя так хреново изображали. А то, если вдруг каким-то образом в той замороженной части находятся такие существа, и я их там встречу... Я очень сильно могу испугаться. Так, и что же надо было бы сделать, чтобы решить... Надо их поставить вот так, как они у меня стоят, и перепрыгивать с помощью телепортатора, и всё. И я вот на решение вот этого пазла потратил где-то на 15 минут. Это же ужас какой-то. Я просто совершенно забыл то, что у меня есть это удивительное приспособление. И я тут пытался сам как-то пропрыгать по ним. Уже несколько раз даже убивался. Бывает. Они что-то так сильно скрывали от меня. Даже не только от меня, а от всех. Не думаю, что эти существа могли... Пройти по этим камням. Если, правда, они не были такими же огромными, как эта статуя. Ну, всё. Пусто. А, ну это я уже открыла. А кто тут кабельный провод мог провести? Юрий вряд ли здесь был. Он бы просто не дошёл. Да и тем более, это бы всё расставлено было. Коридоры тьмы 2. Да. Меня это убить было должно. Надо в этих коридорах тьмы быть. Поосторожнее. А то что-то здесь не так. Что это такое? Да, они живые. Вон там этот боженька ходит. Как его там звали? Коридоры тьмы. Ну да же, они до сих пор живые. Ха-ха. Это что-то вроде склепа у них тут? Это кнопка? Нет. Блиты какие-то. Хотя, может быть, это не склеп. Возможно, это... Их дома. Щит. А для чего мне щит? На меня кто-то будет нападать? И мне надо будет... Ну, блокировать. Так, мне надо попить. Ну, с едой у меня все пока в порядке. Возможно, этот щит можно будет использовать как меч. А то из-за места ключа. В какое-нибудь специальное место его вставить, чтобы... Ну, чтобы потом дверь открылась. Я смог пройти дальше. Может быть, здесь божества их заперли. После чего они померли от голоду. У вас вообще есть какие-нибудь догадки, от чего они могли все умереть? Миг же сюда перенесли. Здесь воды много. Там они могли на той планете умереть от засухи. Здесь они уж точно от засухи не умерли. От нехватки еды, я смотрю, они тоже не страдают. Или... У них, вон, до сих пор здесь еда лежит. О! От чего тогда они умерли, непонятно. О, опять заморожено. Или... Нет, это даже не заморожено. Закрыто. Столом каким-то перекрыли. Дети маленькие у них были. Все померли. А тут чувак живой. Может, он их съел? Эм... Я упал. Нет. Если съел, то это будет вообще не прикольно. Так, куда-то сюда ушел. Или выше. Я так и не понял, зачем мне эта горелка нужна. Как мне ее использовать. Возможно, она мне понадобится, когда надо будет спутник починить. Или это вышка связи. А, башня связи. Вот. Да, он там ушел-то. Вроде ничего не слышно. Хотя кто-то дышит потихонечку. Так слабо, но слышно. В наушниках, по крайней мере, вы этого не услышите. Ой, наоборот, в колонках. А вот если наушники, я надеюсь, то можно услышать. Ходит кто-то еще. Я сюда, да? Или наверх? Скорее всего, наверх пойду, не сюда. Ой. Вот не мог я по лестнице спуститься. Надо было мне обязательно именно так пройти. Это лабиринт какой-то? И для чего эта кнопка? Офигеть. Сюда тоже меч нужен. Ну, его же больше не забрать. Аммм... И вправду, еще одна загадка. Палаты Кара. Я есмь Кар, просветленный, камаз... Помазанник Утуку. Я видел, как посланники небесные сошли бесчисленные множество лун назад. Я их вестник. Я несу их слово надежда. Это поэтому ты весь свой народ погубил? Я так понимаю, на все эти кнопки надо нажать. Для этого мне нужны камни. Сколько у меня камней есть? Пойду собирать. Хотя можно еще и наверх сходить. Даже не знаю, куда лучше. Нет, пойду сначала... Разгадаю... Этот пазл. А потом уже поднимусь наверх. У вас можно чашку забрать? Нет, нельзя. А, она мне сейчас нужна. Вам не нужна больше. Какие жадные. Вазу даже забрать не дают. Где все камни, когда они так нужны? Вот один. Ну, я мерзнуть начал. Немножко. Или мне показалось. Тревожная музыка такая заиграла. Как будто я что-то сделал. Сколько у меня их два? Еще один нужно. Ну, или... Один это как минимум еще камень нужно. Фонарь потихонечку еще садится. Барринал, у меня инвентарь-то полон. Ладно. Поставлю сначала эти два камня. У меня такое ощущение, что туда, куда я сейчас иду, и когда я туда приду, к этому месту, я просто не смогу вернуться оттуда. Может быть, эти чудики тоже хотят меня сделать каким-нибудь там просветленным, раз я тут добрался и решил их загадки. Возможно, это вообще какая-нибудь секта, и они просто все выпили яду. Принесли в себя в жертву какому-нибудь стремному богу. Даже не то, что стремному богу. А этому как раз Дарсу Рому. А она не открывается, да? Пойду за тем камнем. И можно идти дальше. Я здесь разобьюсь? Нет. Прямо на них спрыгну. Ну, мягенько было. Хоть бы зато дверью не было каких-нибудь отборок. Отбитых преступников. Ну, а ли там у них какие-нибудь... В этой секте опыты проводили в 120. О, сокращение открыто. Не, фонарик мне отдай. Ну, что я сделал? Что я открыл? О, артефакт. Плюс 25 здоровья и... Еще один ключ. А вот он-то мне наверняка понадобится, этот ключик. Это еще мне повезло, то что я все мечи с собой таская. К примеру, вот где-нибудь один бы пропустил. Мне бы сейчас не хватило бы. Пришлось бы возвращаться назад. Снова бы ждать по этим местам. Искать этот... Крюч. Хотя в таком мире не таскать вещи, которые тебе могут понадобиться, это... Грех какой-то. А-а-а. Тут лежал запасной. Ну, будет у меня еще один. Ну, что, вам интересно, что там? Мне вот лично, да. Опять ловушки. Я-то думаю, вы что-нибудь новое придумаете. Опять эта фигня. Столб непонятный. Ой, я спать хочу. Фу, у меня персонаж скоро вырубится. Надо тогда поспать. Часиков так 10, чтобы он выспался. В этом месте меня ничего не должно убить. Хотя странно, у меня помехи в этом месте. Кирпич неправильно работает. Надо было фонарик выключить. Во, все, успел. А то бы он за 10 часов быстро разрядился. Разрядился. Один раз я уже так поспал. С включенным фонариком. На запись, конечно, этого не было, но... Фонарик у меня больше не работал. Что это за попрыгунчик такой? Что это? Как эта ловушка работает? Осмотреть здание. Обнаружено движение. Показатель коридора тьмы. О, какая-то история. Стенание кара. Я стал свидетелем деяния посланников небесных. Цепи, машины, крики. Бреши в бредущую тьму. Все напрасно. Мы покинуты. Наш рот идет следом. Я не могу остановить их. Я говорю, они здесь над ними какие-то страшные эксперименты проводили. Остерегайтесь ужасного зова посланников небесных. Блуждает он в коридорах. Ненавидит он жизнь и огонь. О, древние боги нашего прежнего мира. Промчитесь сквозь космос и даруйте избавление от нашей судьбы. Он там. Надеюсь, он не вернется. Так это и вправду какая-то секта была. А там внизу, куда мы сейчас спускаемся, лаборатории. Я-то надеялся, это вся моя фантазия. А на самом-то деле нет. Что-то мне там как-то более уютнее. Здесь дом. Здесь можно выспаться. Хотя мне спать-то уже не надо. Хотя можно сейчас в этом месте еще раз поспать. А если я здесь усну? К примеру, это специально какая-нибудь ловушка. Сейчас здесь хоп. Подремлю немножко. А он меня сожрет. Давайте попробуем. Ха-ха. На это будет интересно взглянуть. Как раз до конца виспимся, чтобы потом... Долго не надо было спать. И столько, чтобы хп восстановить. Еще музыка так нарастает, как будто сейчас и вправду что-то произойдет. Был бы весел, когда я открыл глаза, а он хоп так передо мной стоит. Да, конечно, не все любят скримеров, но это был бы хороший ход. Столько костей. Они либо во что-то их превратили, либо сожрали. Просто весь народ уничтожили. Скорее всего, то же самое хотят сделать и с нами. А здесь где-нибудь история этого написана? Какой там обряд? Обряд без пламени. Возможно, это те космические чудовища, которые... Прилетают из космоса. Которых можно отгонять с помощью того оружия. А может быть и нет. Ох, как мне не нравится эта нарастающая музыка. Что это мотива такое? Ха-ха-ха! Охренеть! Оно идет прямо на меня! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Вот это жесть, а? Охренеть! И куда мне ввались? Надо уходить отсюда, причем срочно. Блин, я выпустил это зло. Ха-ха-ха. Тьма какая-то, а? Непонятно, почему это коридоры тьмы. Потому что это ее дом. Здесь летала. Она что, возвращается? Ко мне идет? Ладно, я не хочу проверять, я просто пойду дальше. А, нет, тут еще одна такая фигня! Блин, она со мной идет. Ну как я его обманул? Ха-ха-ха. Все, уходим. О, а здесь что такое? Я тебя все равно не понимаю. Что-то ты мне там рассказываешь. Их тут еще, походу, работать заставляли. А трупов просто скармливая этим чудовищем. По-хорошему бы осмотреть все эти пещеры. Мало ли, может какие-нибудь здесь артефакты лежат. Что я и сделаю. Нельзя отсюда сразу так уходить. Да, конечно, меня могут убить. Но... Мне все-таки хочется посмотреть, что здесь может сбежать. Залы угнетения. Опять эта штука откуда-то идет. А, это что такое? Я, похоже, какое-то сокращение в том месте нашел. Очень хорошее. Или нет? Возможно, мне все-таки туда. Или... Куда мне? Я оттуда пришел или нет? Ну, блин, я, походу, заблудилась немножко. Вон, обойду по указателю. Столько разных проходов, все куда-то ведет в виде пуст. Надеюсь, сидеть в воде ничего не обитает. Хотя, если оно придет... Оно меня в воде быстро убьет, потому что оно электрическое. Оно меня в воде. Да, я вижу. Только что я поделаю-то. Мне надо переплыть. Оно меня в воде. Вот это существо. Потому что, если здесь есть существо похуже, чем вот это... Ммм... Ёжик электрический. То... Мне бы было не прикольно. Надо подсохнуть немножко. Здесь же все равно больше их нету, да? Продолжить поиски кабеля. Да я этим и хотел заниматься. Здесь яйцо уточки лежит. А что оно здесь делает под землей? Так еще и не одно! Может, в них лежат тела этих... Трупов людей. Как-нибудь потом наверняка выяснишь, что же внутри, на самом деле... Находятся этих железных куб. Ключ нужен. Этих железных яиц. Ключ наверняка там лежит. О, блин! Что это? Я так запаниковал. Я думал, ко мне эта фигня летит. А у меня факелы рука. Блин, ошибка рядом со мной остановился. Мне даже повезло. Жесть. Надо же было так испугаться. Согретили. Тут у меня еще какие-то ловушки. Чего только у них не было. Как же они охраняют это место? Я в последний раз где сохранялся? А то есть, к примеру, сейчас... Ошибусь один разочек. Он, к примеру, как те шипы на потолке не заметил. Могу здесь и умереть. Заново проходить мне как-то это не очень-то и хочется. Что это такое? Бутылка воды. А, ну, это бутылка больше, чем меня. Юные души. Должны мы стыдиться слов наших и деяний. Посланники небесные вовсе не святы. Я был в их обители. Их поступки неестественны. Они праведны. Мы должны были послушаться Варсу. Фанатики какие-то, походу, у них небесные посланники. Какой же ты страшный, а? Такое ощущение, как будто ему глаза вышли, так он еще и улыбается. Надо быть внимательным. Опять эта фигня? Может, оно мне показывает, как карта, где находится, не знаю, что-то живое? Так они еще и детей в этих клетках держали. Да и что они тут творили-то такое? Офигеть. Это, похоже, какой-то детский садик. Хе-хе-хе. Как-то мне не смешно теперь стало, когда музыка-то заиграла. Тут повсюду эти куклы. Ой, с чьей историю можно почитать. Они, мать, его живые! Да ну нахуй! Да вы что, ребят? Да вы что хотите со мной сделать-то? А я почитать хотел. А что они со мной сделают, если, к примеру, я с ним спиной повернусь? Ничего? Охренеть! Ты живой? Как они меня пугают, а? Так тот мелкий, который там в капкане застрял, он тоже был живой? Он просто хотел убежать отсюда. Охренеть. Они сказали нам сделать свои куклы. Я и Йети сделали их похожими на наших братиков и сестричек, а остальные подражали нам. Так, нет, это все-таки куклы. Ну как они меня напрягают, да ну вас нахрен. Маленькие засранцы. Блин, а еще когда к записке подходишь, эти звуки еще страшнее становятся. Там на стене еще какая-то ересь. Так, это третья история, да? Это какая? Это вторая. А где первая? Где можно начало-то посчитать? Может, начало было там? А, ну да, там скорее всего, там, когда я в первой же записке подходил, там написано было первые шести. Так, тогда вот это вот. Высокие забрали нас в наш новый дом. Он маленький, и у меня есть своя кровать. Это здорово, мне нравится. А мне что-то как тут вообще не нравится. Веришь, нет? Меня эти ваши куклы в двухсрочке пугают. Здесь, если я здесь попью, я не умру. Да они вообще меня уже окружили. Это уже что-то зашифрованное. Неплохо, губку нашел. Ты тоже за мной теперь идти будешь? Охренеть. Охренеть. Ну, вы просто посмотрите на эту ересь, а? Все в крови. И они все идут за мной. Все больше и больше рядом со мной собираются. Я бы здесь немножко бы поспал, но... Как-то неохота. Что я наделал? Ради милости Хадара. Варса была права. Они используют нас. Используют наших родных. Мы вечером оказались в ловушке в этой комнате. Полно детей. Я слышу их машины сквозь стены. Они гудят, словно паства. Ждут. А вот и ключ. Все, ну нахрен я валию отсюда. Хватит с меня этого. Оставайтесь там, не надо за мной идти. Ну вас в жопу. Да, не пропускай этих малышей. Ну их нахрен. Жалко, что у тебя убежать не получилось. Может быть ты отомстил бы за своих родных. Ну и жуткое место же это было. Ой, блин. Я же про мины забыл. Да я вообще про все забыл. Я когда в то место пришел, я даже забыл, что у меня ключ там искал. Надо же было так. Ненормальное это место. Ой, как ненормальное. Ой, блин, я забыл еще про... Это. Я за то достижение получил. Да вы меня до сих пор, что ли, преследуете? Маленькие засранцы. Офигеть. Ой, блин, ладно. На этом я уже буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии, делитесь своим мнением. Что вы про все это думаете? Какие у вас теории насчет того, что здесь происходило? Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok